Пилоты российских гоночных команд не скрывают эмоций. На трассе Сочи Автодром можно показать все возможности автомобиля и пощекотать себе нервы на затяжных поворотах. Эти две красные красавицы Феррари способны развить скорость до 350 км в час. За рулем одной из них – 17-летний пилот команды SMP Racing Виталий Ларионов. Не имея водительских прав, он уже показал мастерство пилотирования на этапах чемпионата России. Иду на пятом месте после семи этапов, планирую улучшить свое положение и в своем активе имею две победы на этапах. Конечно, буду следить за Формулой-1 в Сочи и считаю, что все должно пройти просто великолепно. Рев мотора этого французского 3,5-литрового даблситера просто оглушающий. Действующий пилот команды Russian Time Артем Маркелов во время гран-при Формулы-1 будет участвовать в заездах серии GP2. И участие в открытии автодрома – для него уникальная возможность протестировать трассу. Это очень хороший шанс, конечно, в какой-то момент изучить трассу, посмотреть какие-то моменты на ней, выучить какие-то повороты, как правильно входить в них, подожди. Тем более, сегодня дождь, очень сильный был с утра, и трасса мокрая, что, скорее всего, может быть и на самой гонке. На торжественное мероприятие по случаю официального открытия трассы «Сочи-автодром» прибыли губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, его заместители Александр Саурин, Джампулат Хатуов, глава Сочи Анатолий Пахомов и генеральный промоутер Формулы-1 Берни Эклстоун. Трасса уже показала свои возможности, отметил глава региона. И «Сочи-автодром» может стать центром развития автомотоспорта в России. Считаю, что действительно у нас получилось. Этот проект, которым мы будем все гордиться. Я хочу в пользу случаем поблагодарить президента нашей страны, потому что он с самого начала поддерживал этот проект. После открытия Ткачев лично проехал по трассе «Сочи-автодрома». Его штурманом выступил первый российский гонщик, оказавшийся на подиуме этапа Формулы-1 гран-при Австралии. С точки зрения развития технических видов спорта, это просто не шаг вперед, это геометрическая прогрессия и развитие. Поэтому для нас открытие вот такого автодрома, современного, может быть, одного из самых современных в мире, имеет колоссальное значение. В конце этой недели в Краснодарский край начнут прибывать основные грузы для проведения российского этапа Формулы-1. Объект подготовят к стартам, а пилоты прилетят в Сочи сразу после финиша гран-при Японии. Шесть 747-х боингов будут загружены моментально быстро в Японию и красивым клином полетят в аэропорт Адлера. Здесь уже готова наземная служба, готова таможня, для того, чтобы в максимально короткие сроки превратить груз в то, с чем команда будет работать уже непосредственно здесь, в боксах команды Формулы-1. С 10 по 12 октября на Сочинской трассе молодежную команду России Тора Росса представит Даниил Квят. Его именем, кстати, названа одна из зрительских трибун. В сериях GP2 и GP3 также примут участие российские команды. Ну а через некоторое время после гран-при Формулы-1 трасса будет доступна для проведения коммерческих мероприятий. Сочинцы и гости курорта также смогут заехать на уникальное Малое кольцо Сочи автодрома, попробовать выжать максимум со своего авто и оценить нелегкие повороты.